Статистика неутешительная, поэтому проблему нужно решать каждый день и системно. С этих слов глава региона Вениамин Кондратьев начал сегодняшнее, внеочередное заседание антинаркотической комиссии. Губернатор в очередной раз обращается к цифрам. Только в этом году было зарегистрировано более 1700 преступлений, совершенных людьми в состоянии наркотического опьянения. И это, как правило, в крупных городах – Краснодаре, Сочи, Новороссийске. Сегодня нельзя сидеть сложа руки и не обращать внимания на эту беду. О том, что происходит в городах и станицах, жители знают больше. Население у нас знает все, и вы это реально понимаете. То есть любая бабушка, любые заведения увеселительные, при желании клиента заказать пакетик, они обеспечат доставку этого пакетика. И все знают, где его взять. Вот только ФСК не знает. А если знает, то почему-то не реагирует. Ну я вот не верю, что связи с населением у вас нет. Ну просто не верю. Среди проблемных городов и районов, где ситуация не улучшается уже несколько лет, Павловский, Староминской, Темрюкский район, города Анапа и Краснодар. Этим муниципалитетам рекомендовали обратить особое внимание на выявление, профилактику и борьбу с наркоманией. В некоторых районах профилактические акции проводятся формально так, что зачастую о них никто не знает. Вице-губернатор Николай Далуда еще раз обращается к главам, ведь именно они являются председателями муниципальных антинаркотических комиссий на местах. Нужно больше информировать жителей через средства массовой информации. Телевидение, газеты, радио. Рассказывать и показывать о реальной угрозе наркотиков и синтетических средств. Каждый житель района, проживающий в станице, в хуторе, в районном центре, в городе, должен знать, к чему приведет употребление наркотиков или же спайса. И если они будут знать, тогда они будут в какой-то мере защищены хотя бы. Он будет понимать, что если курнул этот спайс, то все. Это же или инвалид, или труп. Много вопросов сегодня было и к руководителям межрайонных отделов наркоконтроля. По данным краевого ФСКН, в муниципалитетах плохо работают наркополицейские. Низкая раскрываемость дел, часть из которых просто не доходит до суда. Невнимание к обращениям граждан от суда, как следствие, и недоверие к сотрудникам наркоконтроля. Народ правильно говорит. Там все схвачено у тех, кто эти наркотики распространяет. Это все уже оплачено. Поэтому они там не работают, они там зарабатывают, у меня такое ощущение. Потому что если за год никаких дел не возбуждается и в суд не направляется, то на самом деле все схвачено у тех и за все оплачено тем, кто сегодня там сидит и ничего не видит. А которая прямая обязанность максимально бороться с этим злом. В какой-то части вы совершенно правы. Есть на это конкретные примеры, когда задерживались наши сотрудники на получении взяток и так далее и тому подобное. Но здесь, как вы понимаете, я говорю на наиболее важных направлениях деятельности. То, что там работа ведется какая-то и регистрируются преступления, возбуждаются дела тяжкие, особо тяжкие. Это есть на самом деле. Но это не то, к чему нужно стремиться. Равнодушных в этом деле быть не должно, еще раз подчеркивает Вениамин Кондратьев. Ведь от профилактической работы, которая будет вестись в каждом городе и районе, зависит будущее подрастающего поколения. Нужно от разговоров и формальных акций перейти к реальным делам, системно выявлять проблему и наказывать виновных. Проблема, ее решение стоит на уровне президента Российской Федерации. Наркотики просто уничтожают наш генофонд. Калечат будущее поколение, в том числе и кубанцев. Значит, лишают нас будущего. Мы должны объявить жесткую и бескомпромиссную войну наркомании. Однозначно, только при системной работе мы системно поразим это зло. Потому что мы объявляем бескомпромиссную войну, и начинается акция. А системная работа, наверное, должна просто быть. Системная работа, связанная с предупреждением, выявлением и неотвратимым наказанием, к тем, кто эти наркотики распространяет. Завершая сегодняшнее заседание, губернатор еще раз обращается к руководителям профильных комитетов и ведомств, представителям правоохранительных органов и главам на местах. В течение трех недель каждый из них должен представить реальные планы борьбы с этим злом. Елена Касабова, Алексей Комаров, Александр Кощеев, Кубань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова